Насилие порождает ещё большее насилие. Это фавела, это наш дом. Мы никуда не уйдём. Согласен. Мажор в Сочи. Уже в подписке. Кинопоиск. Домашний кинотеатр номер один. После двух лет коронакризиса мировой кинематограф наконец воспрял. В 2022-м отложенные релизы стали возвращаться не только на стриминги, но и в кинотеатры. Правда, России это не касается, но отсутствие западных премьер в наших кинозалах это, мягко говоря, не самая большая проблема посреди всего этого безумия. Всем привет! Меня зовут Илья Бунин. Пришла пора подводить киноитоги 2022-го. По традиции, к концу года я пересмотрел все самые интересные фильмы. И вы удивитесь, их было много. Так что ни Том Крус с Топганом, ни унылые фильмы DC и Marvel даже не вместились. Пока Джеймс Кэмерон погружался на дно в поисках самых красивых пикселей, Стивен Спилберг снял душевную драму про свою семью и юность. Создатель «Безумного Макса» внезапно поставил добрую сказку для взрослых, в то время как главный сказочник Гильермо Дель Торо разразился мрачным мультфильмом про Пиноккио в окружении зигующих фашистов. Образцовая фашистская молодежь. Гордый и смелый. Немцы, наконец, экранизировали свой самый успешный роман, который когда-то сжигали. Не прошло и ста лет. Ганс! Мы что, злодеи? Николас Кейдж внезапно ворвался в мейнстрим, а Мартин Макдона снова собрал Фаррелла Глиссона, чтобы исследовать темы дружбы и человеческой глупости. Ну и кто бы мог подумать, что лучшим фильмом года станет «Добыча» — приквел хищника про индейскую девочку-феминистку? Ха-ха-ха-ха, я пошутил. Или нет? Встречайте, это выдержка лучших фильмов 2022 года. Ставьте чай и погнали! Это чистая, абсолютно компьютерная графика. В этом году была целая россыпь блокбастеров, и все они были невероятно унылыми и ничем не примечательными. Поэтому награду за самую большую кучу самых красивых пикселей в этом году однозначно получает Джеймс Кэмерон и сиквел «Аватара». Вы что, издеваетесь? Увы, больше этот долгострой похвалить тоже не за что. Ча-а-а! После 13 лет ожиданий мы получили дорогущий филер, который ни на миллиметр не продвинул основной сюжет серии. Напротив, Кэмерон сделал несколько шагов назад и пустил историю по кругу. Корпорация зачем-то воскрешает полковника и посылает бегать его за Джейком Салли, забив на колониальную войну, добычу ресурсов, умирающую землю и прочие глупости. Вы серьёзно? Да. В попытках завести хоть какую-то мотивацию напилили толпу детей всем ведущим героям, даже тем, кто погиб в первом фильме. Неплохо звучит. И вот полковник похищает детишек Салли и угрожает их убить, они сбегают, он похищает их снова, а жёнка Салли в ответ грозится убить бог весть откуда взявшегося сына полковника. Пристрелю тебя, жену твою ебаную, детей твоих ебучих пристрелю, всех нахуй в затылок порешу, понял? Конечно, в плане визуальных эффектов Кэмерон с командой проделали титаническую работу, как и всегда. Барахтались в бассейнах, допиливали камеры и технологию захвата движений под водой, прокачивали эмуляцию физики жидкостей. Красавцы, хоть сейчас Оскар выноси. Но, по сути, перед нами просто гора первоклассного горафона, который немного выделяет на фоне остальных качественно поставленный и нарисованный экшен. Вот и ладненько. Джеймс, конечно, эффектно передал масштаб и футуристичный гигантизм экзоскелетов, кораблей, водных катеров, детали у техники в духе Редалерта. На большом экране всё это смотрелось впечатляюще, но в целом путь воды ощущается, как дорогущая техно-демка, целью которой открыто заявляется сбор бабла, а сам автор кекает с необходимостью придумывать какую-то там историю. Плюс ко всему, режиссёр окончательно утонул в своих высоких взаимоотношениях с водой. Он морочился с ней в бездне, втором Терминаторе и Титанике. Он погружался на дно Марианской впадины, снимал документалки про затонувшие корабли и про обитателей морских глубин. Кто проживает на дне океана? Я! Смотреть только на большом экране. Скилл визуализировать водичку дед прокачал до небывалых высот, а вот идейная составляющая его фильмов погрузилась в тёмную пучину. Я достиг дна! Комедия вот уже много лет растворена в супергеройке. По сути, лежит в гробу. Нормальные массовые фильмы в этом жанре выходят крайне редко, а если в кинотеатрах что-то и катают, то это, как правило, лютейший кал. И твоё очко ещё даже сжаться не успеет, а вот продолговатый мозг уже разлетится по стене! Тем более удивительно, что самой лёгкой и универсальной комедии года оказался самоироничный трип нашего любимого Ника Кейджа. Режиссёр Том Гормикон всегда был большим фанатом актёра, и сценарий написал специально по нему. Хочешь послушать мой сценарий? Пошёл к чёрту! В фильме Кейдж играет самого себя, не молодого актёра Ника Кейджа, который вышел в тираж. Ему не дают роли, в семье проблемы, с деньгами вообще полный швах. Как работа? Просто кошмар. Не знаю, что делать. Поэтому он соглашается приехать за бабло на день рождения какого-то миллиардера, который от него дико фанатеет. Он невероятен. Но на тусовке выясняется, что он связан с организованной преступностью. Насильник местный! Нехороший! Кейджа вербует спецслужбы, и корпоратив превращается в опасную миссию по внедрению в картель. Миллиардера играет Педро Паскаль, и дуэт у них с Кейджем получился очень забавным, и местами даже душевным. Я плакал весь фильм, он сделал меня чуточку лучше. Да ты гонишь! На протяжении двух актов мужики тащат юмор своей химии. Гормикон эксплуатирует форму боди-муви, и когда Кейдж с Паскалем начинают ломать комедию, нажравшись с кислоты, смотрится это действительно весело. Я тебя не забуду, Хави! Беги! Хави? Да, оказывается, можно было просто обойти. Да, похоже. Пустяк. Проскакивает и более тонкий юмор, когда добротная самоирония Коли переплетается со Стёбом современного кинематографа. Я поржал с момента, где Кейдж с придыханием мечтал о роли в серьёзной драме с упором на персонажей. Это было клёво. Проблема по сути одна. Их абсурдные беседы и трипы – это лучшее, что есть в фильме. Может быть, фильм будет про это? Про нас? Про наши отношения? Режиссёр буквально ставит основной сюжет на паузу, и позволяет актёрам валять дурака. И в эти моменты лента выглядит лучше всего. Но потом историю всё же приходится снять с паузы, и в третьем акте сюжет скатывается в глупый, скомканный замес с приторным вкусом нарочитого голливудского хэппи-энда. А мама сказала это очень психологично. Как бы там ни было, это самый забавный и лёгкий фильм, которым разродился массовый кинематограф в жанре комедии. Жаль, что даже при среднем бюджете в 30 миллионов долларов лента с треском провалилась в прокате. Всё хорошо, поговори со мной. Надеюсь, что хотя бы фильм положительно скажется на карьере Кейджа. После огромной кучи киноговна, авторского трэша и странных экспериментов, было очень приятно увидеть его возвращение в мейнстрим. Я могу ещё раз, если хочешь. Да, сам в шоке. Жанр боевиков в минувшем году как-то совсем скис. Что у нас там было? Несусветно глупая скукотища за 200 миллионов долларов от Нетфликса и репутационная отступка Гослинга? Это самый катастрофический провал. Такая же всратая, переоценённая херобора и подработка Брэда Питта, где авторы откровенно пытались играть в Тарантино, попавшего на Восточный Экспресс. Здесь даже свои упоротые Винсент и Джулс были. Я мандарин, а он лимон. Как фрукты, что ли? Также в году вышли довольно качественные упражнения Майкла Бея с дронами. Режиссура топ, но сценарий дрянь и даже Джилленхолм не затянул. О, а ты наблюдательный. Был и супергеройский коктейль из пафоса, дерьма и анаболиков с Дуэном Джонсоном. Сэндвич позора с гарниром из дерьма! Хух, чего? Поверьте, в этом году я посмотрел огромное количество фильмов. И добыча – это самый бодрый и развлекающий замес на этой свалке киноговна. На, серьезно, ты не верил? Вы знаете, я огромный фанат Первого Хищника. Это один из моих любимых боевиков в принципе. Но каждое его продолжение по разным причинам не удавалось. Оказывается, для успеха надо было сделать всё то же самое, только в новой обёртке. А что бы о фильме заговорили, авторы столкнули инопланетного охотника не с качком вроде Шварца, а с девочкой из племени Каманчи. Не знаю, можно ли убить это существо. В результате дремучие сексисты схлестнулись с упоротыми фемками и улетели в родную галактику хищников на ректальной тяге. Народ на полном серьезе доебывался даже до пухлых щек героине. А оскорбленные до глубины души олдфаги, которые, похоже, давно не пересматривали оригинал, на полном серьезе затирали про глубоких персонажей первого фильма. Лично меня вот так вплетённая повестка никак не трогает. На самом деле приквел не стоит ни притворных восторгов прессы, ни истерического хейта. Это просто средняковый боевик, который нормально смотрится на фоне неприлично деграднувшего жанра, который когда-то ломился от хороших релизов. В отличие от всех остальных, его автор Дэн Трахтенберг, известный ещё и по замечательному триллеру «Кловерфилд 10», смог хорошо срежиссировать проект. На моей памяти это самая грамотная эксплуатация рейтинга R за последние годы. Дэн не пытался заполнять шаблон, где герои убивают бота в стычке. Он сначала погрузил нас в приключения 1719 года, в разгар геноцида североамериканских племён бледнолицами, а затем уже планомерно ввёл убийство и расчленёнку, где кишки и конечности летят во все стороны. Сам образ хищника проработан не хуже оригинала. Космические гаджеты, пилы, коли, ловушки, мини-щит, маска – всё это не какая-то там резиновая часть костюма, вся эта прелесть применяется в битвах. При этом фильм снят на натуре, и картинка трескается от американских и канадских красот, разве что графонистые животные режут глаз. В целом проблемы у фильма ровно две – вторичность и смазанная концовка. В остальном авторы очень трепетно отнеслись к деталям. В кои-то веки хищник делает то, зачем его придумали. Крамсает аборигенов в лесах, а не бродит по городу в поисках детей аутистов. Сцена, где он размотал толпу колонистов на пепелище, развлекла меня больше, чем весь дорогущий хлам со звёздными качками. Ну а бомбить из-за того, что инопланетную тварь забодала секостная девчонка… Не в моём стиле. Как мы знаем, война никогда не меняется. Война. Война никогда не меняется. Как правило, кинематограф предлагает зрителю две точки зрения. Это либо государственная оптика, либо авторская, общественная. С первой всё предельно ясно. Государственные и частные военизированные структуры разных стран продвигают в кино милитаристскую пропаганду с различными целями. Оправдать старые войны или подготовить население к новым, сформировать нужный взгляд на историю, прорекламировать свой ВПК или привлечь в стройные ряды свежую порцию пушечного мяса. Объясни этим новобранцам, как худший солдат в части заткнул их всех за пояс. Я перестал думать. Вся проблема была в том, что я использовал мозг. Дело не в том, чтобы быть тупым. Нужно превратиться в инструмент. Тебе есть чем гордиться, сынок. Не знаю, горжусь или нет. Я жду, пока вы скажете. Боже мой, такой солдат появляется раз в тысячу лет. Типичный пример такого кино – франшиза «Топ Ган» и её свежий сиквел «Мэверик». Серию напрямую продвигал военно-морской флот США, который во время проката первой части развернул вербовочные пункты для новобранцев прямо в кинотеатрах. Вот гляжу я на вас и думаю, эх, мастать бы мне лет на 20 и помоложе, чтоб не парнем, а девкой красой. Сиквел занимается всё той же милитаристской пропагандой. Военная служба и боевые действия непременно изображаются, как что-то героическое, пафосное и увлекательное. Ай, я это кино ненавижу! Напидоренная техника и развивающиеся флаги, дружеские посиделки под пивасик и загорелые девчонки в бикини, которые вот-вот сядут своими попками на квадратные волевые подбородки. Игра в футбол, в лучах закатного солнца и вот это вот всё. Ещё утром ты кувыркался в койке с обалденной чувихой или чуваком, а к вечеру ты уже компост. Меня, как человека, который почти 8 лет провёл в этой системе от подобного шлака, тошнит, уволиться в запас было лучшим решением в жизни. Но люди просто хотят отдохнуть и нередко делают агиткам колоссальную кассу, глядя на Тома Круза, который гоняет на истребителях в своё удовольствие. А щас заткни хайлу, поганая, и не мешай мне работать! Что касается общественно-авторской оптики, то здесь люди рефлексируют ужасы войны и, как правило, приходят к антивоенным выводам. Мысли эти очевидны, сказать что-то новое, сложное, а потому и жанр военных фильмов для меня всегда был не очень интересен. Первая немецкая экранизация знаменитого романа в этом плане ничем не выделяется, зато с художественной точки зрения сильная работа. Режиссёр Эдвард Бергер очень наглядно показал, что твоя тушка в шинельке ценится дешевле её самой. Спасибо. А консуленты под бомбкой ещё и часы, он сотрёт и твою личность. Хотя мне-то что знать, я же никто. Так, пара ботинок с винтовкой. И твою надежду на светлое будущее. Невелика потеря. Сам дерьмо, семья дерьмо, дети шалопа и жена шалава. На том свете ему гораздо комфортней. Роман Ремарка был одной из первых книг, которые сжигали нацисты. Его самого обвиняли в дискредитации армии и очернении немецкой истории. А теперь вот экранизация поборется за Оскар для Германии. Удивительно, как цикличная история, да? 50 лет без войны. А что же солдат без войны? Мощная режиссура, шикарная игра малоизвестных актёров и детальный подход к воссозданию антуража погрузят вас в чудовищные события Первой мировой. Приятных эмоций кино вам точно не доставит, зато даст возможность взглянуть на историю, не пропитанную лживым героическим пафосом пропаганды и сраной романтизацией человека-убийства. Я воевать больше не пойду! Пошли вы! Я ничего не сделал! Шельс! Нет! Нет! Пли! В 2022-м с очередным авторским фильмом вернулся Мартин Макдона, который подарил нам «Однажды в Ирландии» «Залечь на дно в брюге», «Семь психопатов» и «Три билборда». Ирландец воссоединил любимый тандем Глиссан-Фаррел. Я всегда здесь. И привычно зашёл на территорию чёрной комедии с философскими подтекстами и чёрным юмором. Нравится работёнка? Обожаю! Правда, на этот раз чернота сгустилась до такой степени, что к концу комедия из неё выветрилась прям в духе ушедшего года. Подними руки! Не хочу. Но у меня ружьё. Плевать! Макдона рассказывает историю старых друзей, живущих в ирландском захолустье в 20-х годах прошлого века. Где-то за проливом гремит гражданская война, но на уединённом острове Иниширин не происходит ровным счётом ничего. Удачи вам. За что бы вы не сражались. Деревенщина Фаррел, как обычно, приходит к своему дружку Глиссону, чтобы пригласить его попить пивка. Колм? Ты в пап идёшь или как? Но тот почему-то начинает игнорить его без каких-либо причин. Спрошу, чего он дуется? Это правильно. Фаррел решает добиться объяснений, на что получает ультиматум. За каждую попытку с ним заговорить, Глиссон угрожает отрезать себе палец. У тебя, возможно, депрессия, Коум. А то, что ты собрался резать пальцы, это подтверждает? В масштабах островной деревни этот пустяк разрастается до трагедии и эпических масштабов с элементами фарса, дикого абсурда и кровавой жести. Мне надоело жить в этом сумасшедшем доме! Привычный уклад местных жителей взрывает упрямое противостояние бывших друзей. Пьяные разборки в пабе причудливым образом перетекают в экзистенциальные поиски. По большей части, Макдона размышляет о природе дружбы, исследуя её границы. Вы, кажется, раньше были лучшими друзьями? Мы теперь друзья. А вот и нет. Объединяет ли парня рубаху с суровым интровертом что-то кроме случайного соседства и бестолковой привычки пить пиво вместе? Скоротечность времени внуждает людей меняться, а некоторые этого просто не понимают или в силу своей необразованности и глупости не способны понять. Он глупый, Шван. Что? Какой? Глупый. Отсюда возникает спор о том, что более важно в масштабах вечности. Человеческая мораль и доброта, на которой у людей короткая память, или великие свершения. Не волнуйся, я просто развлекаюсь, оттягивая неизбежное. Герой Глиссона хочет всего себя посвятить музыке, но дурачок Фаррелл озлобляется и его не остановить. Мартин в середине очень комично переламывает ленту и противопоставляет эту человеческую глупость и озлобленность беспечным, неспособным на это животным, пасущимся на лугу. Что, пойдем в папу вдвоем? А упрямство героя Глиссона легко бы разрешилось, последуя за киношной сестрой Фаррелла. Но, увы, глупый и упрямый человек не может быть хорошим. Вы что, мать вашу, издеваетесь надо мной? Весь этот абсурд довольно толсто подчеркивает и аллегория с гражданской войной на фоне. Кино получилось меланхоличное, неспешное, с потрясающими ирландскими пейзажами. Красота. По духу мне немного напоминает Коэновская фарга. Глубинка, сплетни и бесконечная человеческая глупость. Как говорится, смотреть всем. Я тебе нравлюсь? Нет. Но вчера я тебе нравился. Думаешь? Так мне казалось. Пожалуй, самой доброй сказкой года для взрослых стала лента «Три тысячи лет желаний». Редкие случаи, когда встречаются развлекательный мейнстрим и бесподобная Тильда Суинтон. А с учетом того, что поставил фильм создатель безумного Макса Джордж Миллер, становится совсем интересно. Я вся внимания. В центре сюжета одинокая исследовательница легенд и мифов Алитея, которая прилетает в Стамбул на конференцию по наратологии. Купив древнюю бутылку в сувенирной лавке, она внезапно оказалась в сказке. Из бутылки выскочил здоровенный Идрис Эльба, назвался Джином и стал требовать от женщины загадать три желания. Я чёрный супермен! По роду деятельности Алитея прекрасно знает о коварстве джинов, да и своей жизнью вполне довольна. Я знаю все истории о джинах-обманщиках и о том, как они используют желания в своих целях. Я не один из них. Я благородный. Ну да, ну да. Так рождается главный конфликт фильма. Для освобождения Джину позарез нужно, чтобы Алитея загадала три желания. А сама она мало того, что не доверяет ему, так ещё и решительно не знает, чего хочет. Желаю глоток чая. Чтобы завоевать её доверие, Джинни рассказывает историю своей жизни. О том, как он потерял любовь и свободу по вине царя Соломона и столетиями сидел в бутылке на дне Красного моря. Как стал заложником придворной дуры из Османской империи, а затем снова влюбился. Ну и так далее. Для меня было счастьем сделать её счастливой. В ответ Алитея делится подробностями о своей жизни, и постепенно этот ход-ход диалог в халатах с родни Блэкт перетекает в крайне добрую историю. Фильм очень порадовал гуманным посылом о разрушительной силе эгоизма и о том, что нам всем было бы неплохо учитывать чувства и желания своих вторых половинок. Наверное, поэтому я люблю истории. Я познаю чувства через них. Развязку ругают, но по мне так она получилась взрослой и сентиментальной. При этом фильм идёт чуть больше полутора часов, так что не успевает утомить и не даёт заскучать. Снят он тоже прекрасно. Все сюжетные веточки радуют глаз красивым восточным антуражем разных эпох. Джордж Миллер намеренно и очень искусно размыл края сказки и нашей действительности. Это тайны Стамбула. Недостаток, пожалуй, только один. Занятные байки Джина получились интереснее основного сюжета, который их обрамляет. Но лично мне цепляться к ленте вообще не хочется. В кои-то веки вышло интересное и визуально вкусное, как Рахат Лукум, восточная сказка о любви и одиночестве. Это отличное диалоговое кино на вечер, которое не займёт много вашего времени, но при этом вызовет приятные эмоции и добрые мысли. Все истории о желаниях поучительны, и ни у одной нет счастливого конца. Кстати, как и полагается хорошему фильму, 3000 лет желаний стал кассовой катастрофой. Что мы осуждаем самым решительным образом. В 2017 году Джордан Пил получил Оскар за лучший сценарий к фильму «Прочь». Можно спорить, насколько это было продиктовано политикой расового разнообразия, но фильмы мужик снимает неплохие. Я бы даже сказал, что это выдающийся автор. А не в курсе, что я чёрный? А это важно? Может, стоило их предупредить? Нет, это третья работа Пила, и на мой взгляд, это один из немногих фильмов года, который смог в эмоциональное вовлечение зрителя. Ленту почему-то упорно позиционируют, как фильм ужасов. Но я бы сказал, что это скорее фантастический триллер, причём с крепким работающим саспенсом. Лента почти не пугает, но стабильно держит в напряжении. В центре сюжета брат и сестра, которые пытаются спасти от разорения семейное ранчо и бизнес по дрессировке лошадей. Когда их отец погибает из-за упавшей с неба кучи хлама, всё списывают на пролетавший мимо самолёт. Но никакого самолёта герои не видели. Зато вот уже полгода наблюдают облако, которое за это время не сдвинулось ни на миллиметр. И это облако было там, по крайней мере, с момента установки камер. Ребята начинают подозревать, что имеют дело с НЛО, и решают, что это их шанс прославиться и заработать. По всему миру очевидцы фиксируют невиданное количество странных огней и необъяснимых объектов в небе. Но что это? Новые спутники Илона Маска или визит инопланетного разума? Они вооружаются камерами и начинают охоту, но вскоре понимают, что охота идёт на них. Режиссёр грамотно эксплуатирует любовь зрителя ко всякой паранормальщине. Плюс герои получились живые и довольно фактурные. И хотя мы мало о них что знаем, чувство сопереживания за их судьбу возникает. Что немаловажно, смысловое наполнение фильма не ограничивается противостоянием людишек с неведомой хернёй. Под замесом кроется интересная и очень актуальная идея о дисбалансе в отношениях природы и человека. Мечта, за которой ты гонишься, где ты на вершине горы, а все вокруг глядят только на тебя. Это сон, от которого не очнуться. Люди возвысились над всеми остальными видами, сами себя назначили венцом эволюции и хозяевами планеты. Но на деле человечество даже о своих домашних питомцах ни хрена толком не знает. И чувство контроля над окружающим миром – крайне опасная иллюзия, которая приводит к трагедиям. «Звучит невероятно, а ведь это именно так». Как и многие фильмы из этого топа, лента Джордана Пила спотыкается лишь в самом конце. Финал вышел несколько смазанный и по-голливудски слащавый. В целом ничего криминального, но разрядить хороший заряд крепкого саспенса у него получилось не полностью. «А может вы находитесь рядом с НЛО?» «А в них ещё кто-то верит?» Одно точно – это лучшая фантастика в году. Так что я говорю не «нет», а «да». «За нами наблюдают инопланетяне, друзья». Я назвал их зрители. Пока Кевин Файги пыжился и раздувал свою мультивселенную в безобразное и бесформенное нечто, никому неизвестные Дэн Кван и Дэниел Шайнард собрали мультивселенную здорового человека. Безусловно, всё везде и сразу оказался самым изобретательным и, что более важно, идейным фильмом из того, что мы видели в развлекательном жанре. «Я не хочу получить Оскара, я ценю удовольствие». Семейный конфликт между мамой и её дочкой-лесбиянкой оборачивается безумным трипом по мультивселенной, в которой возможны самые дикие вещи, в ленте навалом трэшовых моментов и провокационного юмора, который понравится далеко не всем. Как и первый фильм авторов «Человек-швейцарский нож», лента переполнена откровенно хулиганскими около трэшовыми сценами, но без перебора. На мой взгляд, ребята очень весело потроллили ханжеских, зашуренных людей, мыслящих пещерными стереотипами. Параллели отсылки к шедеврам киноиндустрии вроде «Космическая Одиссея» или «Матрицы» удивительным образом оказались постпостмодернистской деконструкции нашего культурного кода. А не просто фанатским дрочевом. Ударить. Но, конечно, больше всего цепляет глубокое социальное высказывание, которое авторы завернули в развлекательную оболочку с динамичным экшеном и шутками на грани. Семейная история о поколенческом разрыве и непринятии ближнего проецируется на всё человечество, которое слегка заблудилось посреди выродившихся идей постмодерна с его тотальным нигилизмом. «Нужно следить за питанием. Ты очень потолстела». Всё везде и сразу оправдывает своё название во всех смыслах. Это эклектический метамодерн, который высмеивает современную киноиндустрию и в то же время умело эксплуатирует её формы. Он развлекает, эпатирует и одновременно с этим наталкивает на глубокие размышления о добром и вечном. «Из всех мест, где я могу быть, с чего мне хотеть быть здесь с тобой?» Эти здравые философские поиски изумительно закрывают простая и понятная любому арка, где мать наконец принимает свою дочь такой, какая она есть. И действительно, что важнее этого? Хорошо бы нам научиться друг друга слышать и поддерживать. У нас ведь есть всего несколько коротких мгновений, когда мы находим компромиссы и счастливы. «Так неловко. Неловко же, скажи». Знаменитый сказочник Гильермо Дель Торо прочно закрепился в обойме режиссёров, которые уверенно держат марку качества. В нулевых мексиканец сделал имя на таких фильмах, как «Второй Блэйд», «Хеллбой» и «Лабиринт Фавна». В 2017 он взял два Оскара с формой воды, а в прошлом году выдал «Аллею кошмаров» – хорошую нуарную драму с элементами триллера. Если не видели, рекомендую. «Мы в своё время насмотрелись на шарлатанов. С нас хватит». Свою интерпретацию сказки о Пиноккио Дель Торо пытался снять ещё в конце нулевы. Но проект угодил в многолетний производственный ад. И вот надо же было такому случиться, что мультфильм про Пиноккио в окружении фашистов вышел именно в 2022 году. «Ну, скажем так, охуенные совпадения». Что ещё забавно, в сентябре был диснеевский Пиноккио с Томом Хэнксом и Замекисом в кресле режиссёра. Но пластиковый сюжет и правильная фея народу не понравились. «Привет, папа!» Сюжет разворачивается в Италии и охватывает Первую мировую, межвоенный период и Вторую мировую войну. Престарелый столяр Джепета теряет своего единственного сына и с горя погружается на социальное дно. «Опять нажрался!» В пьяном угаре он пытается вернуть сына и выстругивает из сосны куклу мальчика. А наутро разбитый похмельем старик с ужасом узнаёт, что марионетка не только ожила, но и обладает весьма непростым характером. «Нравится! Мне нравится!» Дальнейшие приключения Пиноккио в фашистской Италии времён Муссолини я вам спойлерить не буду. «Эти марионетки мне не нравятся. Пристрелить его!» Поверьте, этот мульт стоит того, чтобы его посмотреть. Скажу лишь, что идеи, которые Дель Торо вложил в свою работу, оказались поразительно актуальными. «Сегодня вы впервые почувствуете вкус войны!» Как и в фильме «Всё везде и сразу», управляющим конфликтом здесь выступает поколенческий разрыв между молодёжью и стариками, которые не хотят или не могут эту молодёжь понять. «Как ты стал таким умным?» «Как ты стал таким тупым?» Но у Гильермо этот конфликт приобретает гораздо более жёсткую и политически окрашенную форму. «Образцовая фашистская молодёжь, гордый и смелый, мужественный, как и его отец!» Причём конфликт многосоставный и раскрывается в двух проекциях. На семейном уровне нам показывают детей, которые страдают от неприятия своих отцов. На государственном уровне мы видим выживших из ума стариков, которые миллионами гонят на убой молодое поколение, ещё и пожить толком не успевшие. «У большинства из нас только одна жизнь, которую можно отдать отечеству». «Где-то я это уже слышал». И что самое замечательное, Гильермо Дель Торо однозначно высказывается в пользу молодых, которые находят своё решение. «Мы оба выиграли, отец!» Мультфильм напоминает о незыблемых законах, согласно которым юность всегда побеждает старость, потому что на её стороне само время. Знаете, сейчас, когда фактически развязана война против самых молодых и предприимчивых, такое кино на вес золота. «Мой папа сказал, что война – это плохо». «Это потому, что он трус. Он боится войны, не так ли? Мой отец говорит, что если боишься умереть за страну, ты слаб и труслив». А ещё я могу долго расхваливать кукольную анимацию, которую Дель Торо буквально выстругал и выстрадал в своём мультфильме. Но всё это пустое. Лучше один раз увидеть. На мой взгляд, это лучший мультик и вообще одна из лучших работ в художественном кинематографе за минувший год. «Я самый счастливый мальчик в мире!» «Фабельманы» – это драма Стивена Спилберга, основанная на истории его взросления и отношений с родителями. Когда режиссёры начинают снимать фильмы про самих себя, часто получается что-то слишком личное, а потому далёкое и непонятное для зрителя. «Это личное дело». Но Спилбергу удивительным образом удалось упаковать свою биографию в тёплый, драматический фильм, доступный всем. «Что может быть прекрасней этого?» «Что может быть прекрасней этого?» Именно поэтому я поставил ленту на вершину своего топа. «Фабельманы» – это то самое кино, которое в последние годы совсем пропало с больших экранов. Простое и универсальное, но при этом интересное, хорошо написанное и с душою снятое. «Я простой человек. Я люблю кино». Главный герой по имени Сэм появляется на экране в 7-летнем возрасте. Но основное внимание режиссёр фокусирует на периоде с 12 до 18 лет, показывая своё взросление. В сюжете тесно сплелись две темы – его страсть к кинематографу и непростые отношения с родителями. Причём одно прямо влияет на другое. «Поверь мне, Сэм, я понимаю. Семья, искусство разрывают тебя на части». Глядя на мир через правдивый объектив кинокамеры и прокручивая отрывки жизни на монтажном столе, Сэм неосознанно деконструирует события, характеры людей и свои отношения с ними. Магия киноплёнки открывает Сэму глаза на семейные проблемы и помогает их преодолеть, участвует в его социализации и позволяет лучше узнать самого себя. «Скажи, ты собрался ныть до самой смерти, или ты из этого вырастешь?» «Отстань!» Эмоциональный эпицентр всего фильма – великолепная Мишель Уильямс в роли Митцы Фабельман, прообразом для которой стала мама Спилберга. Очевидно, для него конфликт в семье был очень болезненной темой. Тем удивительнее видеть, с какой откровенностью он обнажает эти травмы на экране, показывая зрителю отношения с мамой. «Почему ты себя так отвратно ведёшь, поганец? Я ведь твоя мать!» «И я жалею об этом!» Впрочем, выделять одну только Уильямс было бы несправедливо. Батью Спилберга играет Пол Дана, один из сильнейших и при этом недооценённых актёров своего поколения. Прекрасно в образах смотрятся и дети, сыгравшие самого Спилберга и его сестёр. И даже Сет Роган удивляет мягким, сентиментальным образом, крайне для него непривычным. «Лакрица!» Даже про член ни разу не вспомнил. «Приготовимся!» Драматические линии хорошо разбавляют развлекательные подсюжеты. Забавная любовная линия между юным иудеем и фанатичной католичкой, школьные будни с буллингом и невероятным его разрешением. «Это наш секрет. Понял?» «Если не сниму про это фильм». Встреча с культовым режиссёром, где притаился Дэвид Линч в отличном камео. «Что ты знаешь об искусстве?» Все эти ветки наполнены приятным юмором, который даёт строго дозированную разрядку. «Он сказал задница!» Ну и, конечно же, лента великолепно выглядит визуально. «Фабельманы» — это концентрат ностальгии по 50-м и 60-м, помноженный на полувековой режиссёрский опыт Спилберга. «Вот увидишь, когда досмотрим фильм, у тебя будет улыбка до ушей». Дух эпохи передан замечательно. Тёплая и слегка приглушённая картинка обволакивает, а выверенные ракурсы иногда сами по себе становятся забавными отсылками к творчеству других великих режиссёров. «Хочешь познакомиться с величайшим режиссёром всех времён?» Дополняет всё это душевный саундтрек от знаменитого композитора Джона Уильямса, который сказал, что «Фабельманы» и грядущий Индиана Джонс будут последними фильмами в его карьере. Уходит целая эпоха, ребята. «Но я буду скучать. По всем вам. Сильно». Можно сказать, старина Спилберг вернул нам частичку старого доброго кинематографа. Того самого, который был для всех, исправлялся безо всяких квот и ограничений, без графона и тупого экшена, без токсичной пропаганды из-за предельных бюджетов. В каком-то смысле фильм даже выглядит старомодным, как привет из далёкого прошлого. «Как ты это сделал?» В силу тысячи причин, сегодня такое уже просто не снимают. Но культовый дед может себе это позволить. Даже несмотря на кассовый крах его лучшего фильма за последние годы. «Остался только этот старик». Ребят, спасибо за внимание. Я очень ценю его, ценю ваше доверие. Ну и помните, всегда есть фильмы, которые стоит посмотреть. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова